Сейчас мы находимся на северо-восточном побережье озера Мергень. Буквально в метрах 150-200 от нас располагается знаменитый памятник Мергень-6. В этом году мы как раз начали исследование памятника и объекта, который был обнаружен в результате геомагнитной съемки на памятнике Мергень-5. Собственно, сейчас и покажем результат на текущий момент, которого мы достигли. Еще не закончено все. Все, можно сказать, только начинается. То есть мы только подошли к самой интересной части, то есть к уже придонным горизонтам этого объекта центрального в круге, который располагался. Если подниметесь на отвал, то будет видно котлован центрального вот этого сооружения, которое вот располагается в круге. То есть это вот контур этого огромного котлована. Площадь его порядка 100 квадратных метров. То есть это вот такой огромный был дом, который мы сейчас вот исследуем. То есть мы за пределами уже вышли на уровень материка, а собственно самая интересная часть у нас вот располагается внутри этого котлована. Вот, и мы будем работать здесь. Выражаясь археологическим языком, где-то 5 условных горизонтов назад вышли на уровень, где идет только неолитический материал. То есть на сегодняшний день мы уже доказали, что вся эта конструкция, весь этот объект круговой, он синхронен поселению Мергень-6. Это очень важно, потому как получается, что на северо-восточном побережье озера Мергень в период раннего неолита, в 7 тысячелетии до нашей эры, собственно функционировал целый комплекс, который состоял из поселения, собственно, и вот такого нерядового абсолютно объекта, где, значит, центральное сооружение крупное, центральный дом, который был окружен рвом и вот какими-то еще ямами, которые шли через равные промежутки. То есть это все не рядовое, не поселенческое, то есть это уникальный объект. Его, значит, назначение нам еще предстоит сейчас раскрывать, когда мы будем дальше исследовать. Но на сегодняшний день, как повторюсь, мы уже доказали, что это ранний неолит, что это составляет с поселением Мергень-6 единое целое комплекс. В южной части мы секторами как раз, получается, начали вскрывать, ну, где-то половину этого круга, то есть центр и вот там периферия. И в периферийной части нам зафиксирован участок рва, который опоясывает весь этот вот большой круговой объект. Такой ров, он опоясывает полностью все это сооружение. То есть его диаметр вот отсюда 40 метров. Ух ты, ров. Вот, а в центре как раз вот эта вот постройка. Ров, и вот это все, как бы, да? Да, да. Какая защитная граница была. Вот, да. То есть это сооружение было ограничено вот этим рвом. Из находок у нас пока что идут фрагменты керамических сосудов и очень большое количество изделий из камня. Это и ножевидные пластины, и скребки, и нуклеусы, и все-все-все. Вот это все сооружение, оно стоит на берегу. Более того, оно практически на вот такой возвышенности. Если смотреть по отношению к самому поселению, то оно ниже. Поселение ниже, а здесь как бы выше получается. То есть это доминирующая такая высота. Глубина самого котлована вот от уровня материка уже 0,8 метра. То есть 80 сантиметров. Это очень глубокие довольно-таки, потому что на шестом Мергене до 0,8 были. А здесь мы еще даже не закончили, а уже такая глубина. То есть это была серьезная постройка. Объект выделяется по всем параметрам. То есть по своей структуре, по своей глубине, по своим размерам и так далее. То есть он явно неординарен. В общем, увязывается с теми работами, которые, и с теми гипотезами, которые выдвигают наши коллеги, в том числе за рубежом, которые исследуют похожие объекты, которые называются ранделлы, в Утхенджи, в Восточной Европе и так далее. То есть у них тоже как бы набор гипотез, связанных с определением назначения этих объектов от обсерваторий древних до, значит, вот выделения уже там определенного статуса людей, ну, повторюсь, таких как вождь, шаман и так далее, и так далее. Только у нас этот объект уже получается раньше, чем вот те, которые есть в Европе, да. Потому что у нас это мы датируем сейчас, и весь материал нам показывает, что это седьмое тысячелетие до нашей эры. На самом мысу располагается поселение Мерген-6. Здесь вот условно обозначена схема нашего раскопа, который мы, так сказать, изучали в течение не одного полевого сезона. И получается, когда мы проводили геомагнитные исследования вместе с немецкими коллегами, мы наткнулись вот на такой круговой объект. Вот. То есть, вот он, да, получается. Он расположен в районе памятника, обозначенного как Мерген-5, как я говорил. Вот поближе, получается, его конфигурация. И в текущих работах мы решили исследовать часть периферии круга, то есть ров, собственно, и его центральную часть, собственно, что мы и показывали на раскопе. Вот. Она на геомагнитной съемке выглядит вот таким образом. То есть, это квадратные формы сооружения. Вот. Площадью около 100 квадратных метров. Так. Теперь. То есть, на уровне четвертого горизонта оно выглядело вот таким вот пятном на фоне материка. И далее постепенно мы начали углубляться, его исследовать. То есть, на данной фотографии из квадрокоптера, получается, в левой части это вот фрагмент рва, который опоясывал полностью это сооружение. И здесь уже на уровне материка видно вот это вот пятно под квадратной формы. Это, собственно, само вот это центральное сооружение. Вокруг него располагаются пятна. Они, если, так сказать, обратиться к их ориентировке, то они, в принципе, ориентированы по одной линии всех. Это очень интересно. Это будем мы в последующем исследовать и разбираться, что это, зачем это, что там внутри и так далее. Результаты наших исследований на северо-восточном побережье озера Мергень, то есть, и этого года, и, возможно, и предыдущих всех лет, будут представлены в Ишимском музее, в том числе в виде макетов в определенных масштабах. То есть, можно будет посмотреть, прям, как это выглядело, там, по нашим представлениям в древности. То есть, это будут и сооружения, и вот этот ров, и мы будем предполагать его назначение, в том числе воплощая вот эти вот макеты. Продолжение следует...